Приветствую вас, дорогие подписчики и гости нашего блога PPI-блог «Марафон по аллергиям и кожным заболеваниям». С вами я, Дружинская Дарья, психолог, специалист по работе с психосоматикой, кризисный психолог. И вот уже по традиции вторника я провожу прямой эфир на наши актуальные темы. И сегодня мы будем говорить про запрос, который оставила одна из подписчиц в комментариях про аллергию на животных, в частности, аллергия на кошку, на шерсть. Итак, поехали! Начнем с базы. Буду периодически глаза переводить в сторону, потому что здесь у меня структура, чтобы не соскакивать с темы на тему. Очень много чего хочется вам рассказать, и поэтому поехали с базы. Здесь явно присутствуют люди, которые еще не знают о том механизме возникновения аллергии. И люди вообще, кто еще не в курсе, что такое психосоматика, аллергия — это что от эмоций, как это все устроено, я постараюсь буквально очень доступно и понятно вам рассказать и объяснить. Пишите свои вопросы, потом, если будет время, я обязательно на них постараюсь ответить или перенесем их на следующий эфир. Итак, база. Важно понять формулу возникновения аллергии. Любой, неважно, это на животных, на цветение, на продукты или что угодно еще. Стрессовая ситуация плюс присутствие аллергена равно аллергии. Что значит стрессовая ситуация? Что значит присутствие аллерген? Подробнее буду рассказывать на примере вот этого комментария от одной из подписчиц. Значит, дело в том, что с точки зрения психосоматики аллергия — это вообще конфликт расставания, конфликт разделения. И уже в предыдущих своих эфирах я рассказывала такой, делилась с вами ярким примером про аллергию на продукты. Там девушка ела что-то, какой-то салат с морепродуктами, да, там ей позвонили, рассказали какое-то драматичное событие, ситуацию, и мозг уловил, что было рядом из ярких объектов, и это были морепродукты. И потом у неё всегда была аллергия на эти самые морепродукты. Значит, как это всё устроено? Помните, что это самое стрессовое событие в формуле по аллергии должно превышать допустимый порог реагирования нашей психики. То есть вы должны испытать, ну, какое-то просто шоковое, драматичное, очень стрессовое, глубочайшее переживание, которое будет просто вышибать почву из-под ног, то есть что-то действительно страшное. Это может быть чья-то смерть, это может быть сильный-сильный испуг, там, нападение какое-то, ушиб, удар. В общем, очень много всего, что воспринимает наша психика через край. Вы должны прожить какую-то бурю эмоций, которую психика как будто бы вывести не в состояние. И вот превысили эти эмоции допустимый порог, это стрессовая ситуация. Плюс присутствие аллерген. В этой самой стрессовой ситуации наш автоматический мозг бдит, почему мне сейчас так страшно, что сейчас произошло, что я не могу справиться вообще никак, почему все гормоны бьют ключом сейчас, почему мне так всё охватило, я в ужасе, я в панике. Что несёт угрозу рядом со мной в этой стрессовой ситуации? Но он, мозг, автоматически не понимает, что это может быть просто моя эмоция, он ищет какой-то объект, ему это обязательно важно. И вот этот объект что-то яркое из окружающей среды. Поэтому я часто говорю, аллергия у нас на мёд, на апельсины, цитрусы, да, там что ещё, орехи, это морепродукты, креветки там и прочее. Это как раз про какие-то очень яркие, легко считываемые объекты нашим автоматическим мозгом. И вот кошки, собаки, всё, что было рядом вокруг, мозг тоже это запишет. Стрессовая ситуация. Присутствие аллергена равно аллергия. Поэтому, смотрите, очень важная информация сейчас. Чтобы проработать аллергию, очень важно всё-таки обнаружить конфликт или даже череду конфликтов, после которых стартовала аллергическая реакция. То есть первое, что нужно понять, какой стресс и где, когда я прожила, что было рядом со мной тогда вокруг. Идём дальше. Чтобы понять принципы механизма аллергии, важно учитывать ещё вторичные выгоды. Вообще в работе с точки зрения психосоматики, в проработках симптомов этот аспект всегда учитывается. При любом заболевании нужно смотреть в сторону вторичных выгод. Что же это такое? Значит, а есть ли у вашей аллергии всё-таки вторичная выгода? Скажется сейчас, нет, я мучаюсь, я страдаю, у меня всё, я ничего не вижу, у меня всё течёт, чешется, мне так плохо, какая выгода? А вот на самом деле, если копнуть глубже, высокая вероятность того, что выгода может быть. Поэтому этот момент мы не проходим мимо, тоже изучаем. Вспоминаем, что у человека, болеющего, как правило, очень много заботы вокруг. Вспомните себя маленькими. Когда вы болели, не ходили в садик, в школу, на учёбу, или там уже взрослые на работу, можно не ходить, взять больничный и кайфовать дома, в общем-то. То есть выгода, да, я отдыхаю, обо мне все заботятся, у людей, у моих близких и родных совсем другое отношение ко мне. Поэтому, конечно, здесь есть какая-то выгода. А в ключе аллергии на животных, например, к вам подходит ваш ребёнок и говорит, «Мама, я хочу вот этого котёнка, вот прям не могу, как хочу, или эту собачку, какие они классные, чудесные, я очень хочу!» Потому что у Пети, Даши, Маши тоже есть эти кошечки-собачки. И я хочу, мама, ну пожалуйста! А вы понимаете, что вам вообще не до кошечки, не до собачки, сил, времени, желания, ну нет. Заняты очень. Всё объяснимо, всё понятно, взрослый человек. И как донести это ребёнку? Хоба, вторичная выгода. Говорите своему сыночку или дочке, «Так у тебя же, или у меня, аллергия, или у папы». И тогда, ну конечно, вы можете объяснить отказ ребёнку в том, что можно обойтись и без животных. Потому что аллергия, всё, будете мучиться, страдать. Этот аспект тоже рассматриваем. Значит, ищем первопричину возникновения аллергии, стрессовое событие или череду стрессовых ситуаций, внутриличностных конфликтов. То есть это те эмоции просто, которые зашкаливают. Далее смотрим в сторону вторичной выгоды. Обязательно. И идём дальше. Вот, мы останавливались на теме «Не заводить домашних животных». Сегодня как раз вот хотела раскрыть более подробно эту тему аллергии на животных, на шерсть, на кошек, собак, лошадей там и много-много другое. Давайте о симптоматике немножко, да, как это бывает у нас. Значит, ну я фантазирую, что бывает. Глаза чешутся, зуд, краснота, слезотечение. Значит, нос забит, да, всё это вот вы дышать не можете. Тоже сопли, всё течёт. Может быть, значит, кожа пятнами какими-то красными покрывается, руки тоже, горло отекает, могут быть хрипы, сухой кашель. То есть вот очень много всего ярко выраженного. При том, что ещё аллергия нередко переходит в астму и другие заболевания. Но об этом в другой раз. Значит, локализация, почему о ней говорю, локализация симптома тоже очень важна. Для любого психосоматолога, кто работает в этом ключе, нужно знать, как проявляется ваша аллергия. Значит, это только глаза или это только горло, или это всё вместе и сразу, или это только какой-то зуд на руках, на лице. То есть, в общем, место и проявление вашего аллергического симптома тоже имеет большое значение. Какая сторона, правая, левая и так далее. Отсюда можно легче, быстрее и проще найти первопричину возникновения вашей аллергии, вашего симптома. Значит, итак, вы уже знаете, что вначале необходимо выявить первопричину, потом посмотреть на вторичные выгоды. Но а что, если аллергия проявляется у вашего ребёнка, которому 2, 3, 5, 6, 7 лет? Что тогда? Здесь, раз мы говорим о базе, о базовых знаниях в психосоматике аллергии, то очень важно сказать про связь мамы и малыша, про рапорта, которым очень много написано в нашем аккаунте. Потому что детская аллергия — это поле мамы. То есть мама своими переживаниями эмоциональными, которые тоже превышают какую-то планку, передаёт это незримой связью своему ребёнку. И ребёнок своим симптомом отражает её психологическое внутреннее конфликтное состояние. Поэтому детская аллергия — это аллергия мамы, но проявляется она через малыша, потому что у них вот эта вот связь вегетативная. Значит, вспомнили про рапорт, тоже очень важно, и про фазу программирования. Вспоминаем фазу программирования. Что это у нас? Уже очень много специалистов в области психологии применяют тоже вот эту тему в своих проработках с клиентом, фазу программирования используют. То есть смотрят, как проходила беременность мамы, 9 месяцев беременности, 9 месяцев до беременности и первый год жизни ребёнка. Что тогда проживала мама, что могло передастся ребёночку? То есть это тоже рапорт такой, но вот фаза программирования — это вообще сколько там? Ну, около 30 месяцев получается, 18-9-9, да? Ну вот как-то так. Это тоже нужно исследовать в проработках. Первая причина, вторичная выгода — фаза программирования. Что закладывалось тогда? И если помнить, что аллергия — это конфликт расставания, то нужно посмотреть сразу в эту сторону. Может быть, мама с кем-то разлучалась, расставалась. Когда это было? Были ли там животные? Что она тогда вообще видела и испытывала в отношении своих домашних животных? Очень часто у нас, у меня были клиенты тоже, кто, будучи беременным, беременной, видели какие-то, ну, очень не хочется такие вещи, конечно, в эфире рассказывать. В общем, драматичные картины про животных, да, истории какие-то грустные, там, про бездомных зверей и так далее. И вот насколько это сильно запечатлевалось мамой и как-то передавалось плоду потом. И уже взрослый ребёнок просто испытывает, проживает эту аллергию на животных, потому что мама тогда, ещё будучи мной беременна, столько стресса пережила, когда видела, там, не знаю, страсти какие-то, ужасы на улице, что происходит с бездомными животными. Ну, к примеру. Вот. Ну, не хочется мне о таком драматичном и грустном, но в эту сторону, в процессе исцеления обязательно тоже нужно смотреть. То есть, всё мы вот так вот поднимаем раскапывание, раскапываем по, так вот, по крупицам, по чуть-чуть и обязательно находим ядро. Значит, что дальше мы идём? Да, вот фаз программирования, когда закладывается у ребёнка стратегия отношения к миру в дальнейшем. Ну, это вообще очень значимая фаза, которую необходимо прорабатывать, в принципе, изучая любые симптомы. Дальше поехали. Уже ближе к делу, к комментарию, который оставила наша подписчица. Он прям такой наглядный, просто супер. Есть над чем работать. И я думаю, что вам сейчас многое станет понятно тоже. Значит, одна из наших подписчиц поделилась вот своей небольшой историей на кошку, аллергии на кошку. Помимо этого, кстати, она сказала, что мучается ещё от полиноза, экземы кистей рук и дисгидроза. Четыре года. И аллергии, да, на кошку. Значит, она рассказывает, что аллергия стартовала после ряда драматичных событий. У неё была любимая кошка, ей было 18 лет уже, такая, в возрасте. Кошку она воспринимала буквально, цитирую, как родную сестру. Безумно любила это животное. И вдруг кошка сильно-сильно заболевает. Естественно, так как она её очень сильно любит, она ухаживает за ней, заботится и даже бегает с работы, убегает с работы через поле, звоночек тут, да, через поле, чтобы дать со шприца этой кошечке еду. То есть она прям, ну, все силы подключает, потому что так её любит, так заботится, делает всё, чтобы её спасти. Я почему это так подчёркиваю? Это вот стрессовая ситуация сейчас. Она боится потерять свою любимую кошку, которая равно сестра. Но все усилия, к сожалению, оказываются напрасны, и кошка умирает всё-таки. И вот с тех пор у неё стартует поленос, экзема кисте рук, дисгидроз и аллергия на животных, на шерсть кошки. Значит, смотрим внимательно. Кошка умирает. Это драма? Это драма. Это стрессовая ситуация. Значит, тут очень много нюансов, которые хочется разобрать. Здесь как раз налицо механизм работы аллергии. Чтобы она запустилась, должны присутствовать три фактора. Это драма, о которой я сейчас говорила. Драма-стрессовая ситуация. В общем, неважно, как это назовёшь. Шоковое состояние. Шок. Кошка умерла. Я делала всё, что могла. Я не справилась. Шок. Из-за шока много эмоций. И изолированность. Тут в этой ситуации, конкретно в этой, изолированность чего? То есть она, эта девушка, бежит одна, спасает. Она на себя взвалила эту ношу. Всё на ней. Вся ответственность. Она вот одна изолирована в своих эмоциях. И как окажется потом, исходя из анализа этого комментария, получается, что эта девушка не отгоревала, не прожила эту утрату. Конфликт расставания равно аллергии. Смотрим. В начало комментария. Мучается от поленоза. Поленоз, как вы знаете, это аллергия на цветение. Поле, я бегу со шприцом кормить кошку, я переживаю, она вообще там дышит, жива, не жива. Я вот в таком вот ужасном состоянии, я довожу себя. Мне страшно. Что считывает мозг тогда? Какие объекты яркие? Поле, цветения, цветы, растения какие-то. Пожалуйста, поленоз. Я включу тебе поленоз. Чтобы ты больше не сталкивалась с этими душевными терзаниями. Я буду ограждать себя от этого. То, что я считал, вот всё очень просто. Так стартует поленоз. Экзема, ну мы сейчас говорим про аллергию всё-таки, а не про кожные симптомы, но в двух словах скажу, что экзема это тоже, просто вот он так и звучит, конфликт простого расставания. Страх одиночества и страх потери. Экзема на руках. Я хотела спасти свою кошку, вот этими вот руками я не справилась. И, собственно, локализация имеет значение, это кисти рук. Всё очевидно, понятно. Двигаемся дальше. И получается, поленоз объясним, экзема объяснима, дисгидроз до кучи, тоже кожный симптом. Аллергия на кошку. Почему? Почему аллергия на кошку, если я её так люблю? И вот вдруг у меня стартует, да? Значит, смотрим. Девушка столкнулась с вот этой формулой. Драма, шок, изоляция. Дальше она пишет, дальше автор этого комментария пишет, что её сын очень хочет завести кота. Очень. Но у меня аллергия, говорит она. Ну вот, прекрасно. То есть вторичная выгода тоже налицо. А почему цепляется мозг за вторичную выгоду? Потому что я тогда ещё, четыре года назад, не отгоревала, не пережила потерю своего любимого зверя. Мне очень больно до сих пор. Я до сих пор это не приняла. До сих пор, может быть, я фантазирую сейчас, не простила себя. Внутри меня вина, обида на себя. И здесь нужно работать со своими вот этими потаёнными чувствами, которые прячутся за шоковым состоянием, которое было пережито в этой драматичной ситуации. Да, значит, смотрим дальше. Что же делать вот этой вот героине нашей, маме, мальчика, который так просит кошечку, котика? Ей необходимо осознать, что аллергия на кошку – это просто сигнал организма. Иммунный ответ. Аллергия – это иммунный ответ всегда. Не сталкиваться больше с этой душевной болью. Кошка – напоминалка о прошлом горестном опыте. Вот просто то не было прожито, заботился, но всё потерял. И налицо конфликт разделения. Соответственно, в общем, этот негативный опыт, который прожила наша подписчица, надо просто перепрожить и оборвать эту связь. Кошка равно аллерген аллергии. Как это происходит? Важно переосмыслить и увидеть эту связь, что кошка – просто кошка. Мозг решил, что если я буду защищать тебя от шерсти, от животных, от кошек, то тогда ты не будешь больше сталкиваться с теми гормональными ужасами, буквально, которые ты проживала тогда, когда кошка всё-таки погибла, не смогли её спасти так-то. Кошка – защита от этой душевной боли. И этот негативный опыт можно перепрожить. Да, мы работаем с прошлым, и действительно это всё идёт как программа нашего мозга. Соответственно, если это программа, то её можно перепрограммировать. Значит, итог. Ищем конфликт, ловим эмоцию, незакрытую потребность какую-то, смотрим, что за шоком стояло. И эта реакция получается программой для вашего автоматического мозга. Вот её мы будем перепрошивать специалисты в работе курса, да, по ходу курса «Аллергии кожные симптомы», который, кстати, стартует уже 19 августа. Там будет два куратора. Буду я, значит, вести вас из точки А, с которой вы начнёте, с поленозами там, аллергиями разными на животных, на продукты, и в точку Б – к исцелению. Также там будет куратор Игорь Мачалов, автор этого курса. Значит, смотрим на суть работы аллергий и исцеления от аллергий. Аллерген – это угроза для нашего автоматического мозга. Соответственно, нужно просто разорвать эту эмоциональную связь с объектом аллергии. На самом деле ещё бывает так, что те, кто приходит на курс, они исцеляются вообще в первую неделю, буквально, вот не преувеличиваю, когда понимают, что кошка – это просто кошка, оказывается, я не справилась просто со своими эмоциями. Оказывается, надо эмоции-то эти всё поднять и переосмыслить их, и всё, и отпустить. И всё будет прекрасно, и я исцелюсь, и аллергии у меня не будет. То есть просто видя эту связь, которую нарисовал ваш мозг, всё, можно уже исцелиться. То есть бывает действительно и так. Кто-то очень долго работает, и это тоже нормально. Кто-то краткосрочно. Все идут своим индивидуальным путём. Но почему всё время говорю про наш курс? Потому что в нём есть столько инструментов для проработки конкретно вашего запроса, конкретно вашей проблемы. И вот часто я слышу от клиентов, что «А что, если я не помню первопричину? Что там предшествовало моей аллергии? Вообще ничего не помню, не знаю». Я вас спешу успокоить. На курсе как раз есть практики, те инструменты как раз такие, которые помогут, ну пусть даже не вспомнить эту ситуацию, но вспомнить те драматичные эмоции, то состояние, с которым и надо работать. Потому что работаем не с ситуацией, а работаем с эмоцией, с принятием, прощением. Вот туда мы идём. Так что, так что, те, кто сегодня меня смотрит, если вы страдаете аллергией на кошек, собак и других животных, посмотрите, в результате чего психика решает бояться именно кошку. Что драматичного происходило с вами? Что мозг решил вас теперь защищать? При том, что ищите эпизод с кошкой трагичный, драматичный. Ну вот я на примере, да, кошки всё говорю. Но может быть, там реальной кошки вообще не было. Может быть, там просто была шерсть где-то на ковре, на полу, на диване. Может быть, вообще календарь с кошкой висел. Для нашего мозга, это очень важный момент, для нашего мозга не имеет значения, это реальный объект или это просто образ, за который я сейчас цепляюсь. Ему достаточно просто образа, ассоциации, и всё, и механизм запуска аллергии срабатывает. Так что важно разобраться, что происходило, какая ситуация запустила этот симптом аллергический, а затем разделить стрессовые события и свой аллерген. Просто увидев эту схему, вы будете уже исцеляться. Сделать это, как я уже говорила ранее, можно на нашем курсе «Аллергия и кожные симптомы», который стартует 19 августа. И первый шаг к исцелению, первый шаг к исцелению – это подать заявку в лист ожидания. В шапке профиля вы можете увидеть ссылку, что даёт эта заявка. Те, кто в листе ожидания, они получают уведомления, то есть не пропускают, когда начинается старт курса. И, собственно, промо-цену на курс. Это очень важно тоже, на мой взгляд. Вот, и наше время подходит к концу. Вижу, что вы смотрели меня очень внимательно. Ой, я вижу какой-то вопрос. У меня аллергия на кошек, чихаю, сыпь, на лице насморк. Ну вот, я надеюсь, что, прослушав это видео, если вы поняли, что нужно делать, с чего начать, что ищем, куда смотрим, что изучаем. А если всё-таки вы запутались и не знаете, как подступиться к своему симптому, как же всё-таки исцелиться, то тогда я рекомендую записаться или на индивидуальную консультацию к нашим специалистам, или же всё-таки приобрести место на нашем курсе, который будет в августе, уже немного времени осталось. Так что желаю вам принять верное решение на пути к своему исцелению. Спасибо вам большое, что были со мной. Я, Дружинская Дарья, психолог, специалист по работе с психосоматикой. На сегодня прощаюсь с вами. Всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok